Приветствую, братья и сестры! Добро пожаловать к нам на собрание! Хотел спросить такой вопрос у вас. Кто из вас разговаривает сам с собой? Поднимите руки. О, сколько много людей! Обычно люди со стороны, которые слышат нас, думают, что мы немножко не того. Но у нас есть хорошее оправдание, правда? С приятным человеком что? Приятно поговорить. Вот мы сегодня будем немножко рассуждать о человеке, который был приятен Богу. Богу было приятно с ним поговорить. Он с ним прямо лично приходил к нему, с ним разговаривал, общался. Это Корнилий. Мы сейчас в Деяниях апостолов рассуждаем над этой историей обращения Корнилия. И сегодня у нас Деяние, 10 глава, с 30 по 35 стих. Итак, Деяние, 10 глава, с 30 по 35 стих. Это Петр уже у него в доме. Если вы помните, мы в прошлый раз рассуждали, Петр у него домой пришел и спрашивает его, зачем ты меня позвал? Расскажи мне. Вот Корнилий ему рассказывает. Корнилий сказал, «Четвертого дня, то есть четыре дня назад, получается. Я постился до теперешнего часа и в девятом часу молился в своем доме. И вот встал предо мной муж в светлой одежде и говорит, Корнилий, услышана молитва твоя и милостыни твои, воспомянутые пред Богом. Итак, пошли в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме Кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе, «Тот час послал я к тебе, и ты хорошо сделала, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Петр отверз уста и сказал, «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но всяким народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». Эти стихи, я думаю, история для нас знакома тем, что, в принципе, мы это самое читали в начале 10 главы, когда автор Деяний рассказывал об этом явлении Ангела Корнилию и то, что Ангел говорил Корнилию. И вот здесь мы видим Корнилию, по сути дела, Петру пересказывает то же самое, что мы уже читали в начале главы. Но в этом пересказе я хотел бы немножко остановиться и не идти дальше по истории, а именно посмотреть на самого Корнилия и подумать, и поразмышлять всем нам, есть ли для нас возможность стать приятными для Бога. Я думаю, каждый из нас хочет быть приятным для Господа. И вот здесь мы видим, что Петр говорит такую фразу, что Господу приятные из всех людей, из всех народов люди, главное, чтобы они поступали по правде и боялись Его. И в этом уже заключается то, что человек становится приятный для Бога. Конечно, мы думаем, а как же можно научиться бояться Господа? Можно ли вообще научиться страху Божию? Ведь страх Божий – это, наверное, какая-то эмоция, которая посещает человека от прямой встречи с Богом, может быть, от встречи с Ангелом Божиим, которого Бог послал. Может быть, когда человек осознает, может быть, величие Бога через тени Библии или еще какой-то случай, может, да, страх Божий может поселиться в человеке, но вот если мы читаем Псалом 33, 12, там говорится следующее, «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». Оказывается, страху Божьему можно научиться. Если мы посмотрим на жизнь Корнилия, который боялся Господа, о нем так говорится, вот во 2 стихе, в 30 стихе мы прочитали, то мы увидим, что страх Божий – это реальные действия, которые человек совершает в своей жизни. Они, по сути дела, показывают его отношение к Богу и показывают в реальности страх Божий, который у него есть. И здесь мы видим, вот в «Деяниях апостолов» в 10 главе, в 30 стихе, с 30 стиха от отрыва, который мы сегодня прочитали, и в начале 10 главы, во 2 стихе, что эти действия заключаются в следующем – «Всегда молился». Корнилия написано «Всегда молился», то есть молитва. Далее мы видим, что он постится и творит милостыню, и при том много милостыней народу, окружающему. Это второй момент. И третий момент, на который мы обратим внимание сегодня – это реакция Корнилия на ответ Божий, когда Бог приходит к нему с ответом, как он воспринимает этот ответ. Потому что очень часто люди, получая ответ от Бога, не имеют большой радости, и он им не нравится иногда. Вы вспомните хотя бы Иону, который знал точно, что Бог от него хочет, но тем не менее не захотел послушаться. Здесь мы видим реакцию Корнилия незамедлительное послушание. И вот на эти вопросы мы сегодня с вами порассуждаем. Или, например, такая вещь, которая делает человека приятным для Бога – это поступать по правде. Поступать по правде. Что такое поступать по правде? Это в нашей жизни такая какая-то общая фраза. И мы, каждый для себя, может, порой даже придумываем для себя, что такое правда, и делаем то, что мы считаем правдой. Но мы видим, что поступать по правде, как раз эти вот места, вот эти вот вещи – молитва, пост, милостыня, ответ Корнилия на откровение Божие – это тоже, по сути дела, действия. Действия, которые выражаются в моем отношении, как говорится, горизонтальном отношении моего к моей семье, к моей работе, службе, например, у Корнилия. Служба была и отношение моё к обществу. Или же вертикальное – это моё отношение с Богом. Вот эти вот все моменты, они тоже в этом смысле обобщаются. Молитва, пост, милостыня и реакция на откровение Божие. Итак, посмотрим на жизнь молитвы Корнилия. Всегда молившийся, здесь говорится, благочестивый, боящийся Бога. Всегда молившийся Бога во втором стихе. По сути дела, он исполнял это место из 1-го послания Фессалоникийцам, 5-я глава, 17-й стих. Там два коротких слова – «непрестанно молитесь». Мы все прекрасно знаем это место – «непрестанно молитесь». Там радость ещё говорится. Но вот именно 17-й стих говорится о непрестанной молитве. И судя по всему, что здесь написано Корнилий, как раз этот стих исполнял. Он всегда молился. Что это значит – непрестанно молиться? Мы, люди верующие, читающие Новый Завет, я знаю по себе, по своему опыту, очень часто рассуждаем на это место, на постоянной молитве. И у нас очень часто бывает вопрос такой, что «а как же это можно непрестанно молиться?» У нас же есть жизнь обычная, земная, к которой мы должны исполнять какие-то обязанности, как отец, например, отцовские обязанности, мать, материнские обязанности, работы, занятия какие-то. Как можно непрестанно молиться? И в этих рассуждениях, я думаю, каждый из вас знаком с этим, мы приходим к такому выводу очень часто, что непрестанная молитва, она, по сути дела, заключается в следующем. Что бы я ни делал в своей жизни, я должен стараться мысленно обращаться к Господу, славить Его, пока делаю какое-то дело, просить о чем-то, пока делаю какое-то дело. То есть постоянное пребывание в молитвенном состоянии, что бы я ни делал в своей жизни здесь на земле. И, в принципе, это неплохое толкование. И если мы так живем, то это неплохой образ жизни. Постоянное молитвенное состояние, когда мы что-то делаем, и ситуация позволяет нам мыслями отвлечься и направиться к Господу. Это очень хорошо, это неплохо. Но, тем не менее, я бы сказал, что если мы на этом остановимся, в нашем понимании непрестанной молитвы, то наша молитвенная жизнь будет очень-очень бедной. Почему? Потому что если мы молимся к Богу только в те моменты, когда мы чем-то занимаемся, то мы должны прекрасно понимать, что эта молитва является второстепенным занятием по отношению к тому, что мы в данный момент делаем. Если, например, я еду на работу, и у меня есть спокойное, тихое время, вроде бы обратиться к Господу, пока я еду на работу, это хорошо. Но как только перед нами загораются тормозные огни машины другой, у нас сразу же молитва это прекращается. Как только, например, загорается зеленый свет или стрелка на поворот, где надо поворачивать, и там какой-то трафик, у нас сразу молитва прекращается. Если, например, я готовлю пищу, например, хозяйка готовит пищу, есть время помолиться Господу, это хорошо. Но как только зашипело что-то страшное на сковороде, сразу же молитва прекращается, и хозяйка бежит к сковороде, правильно? Если на работе я что-то делаю, какую-то операцию или какое-то действие произвожу, и у меня есть возможность обратиться к Господу, это хорошо. Но как только кто-то меня позовет или наступает момент какой-то ответственный, где я должен сконсидироваться мыслями на том, что я делаю, моя молитва тут же сразу прекращается. То есть вы понимаете, что такое состояние молитвное, оно не является таким приоритетным, это не, я бы сказал, второсортная молитва, если можно так сказать, второсортная молитва. Почему? Потому что в данный момент мой фокус не на Боге, мой фокус на том, что я делаю. И пока мне позволяет моя способность отвлечься от того, что я делаю, обратиться к Богу, я это сделаю. Но как только мне надо вернуться к моему делу, я бросаю сразу же молитву и начинаю заниматься своими делами. И представьте себе, Бога, который рад слышать мою молитву, который рад со мной пообщаться, и вдруг я начинаю обращаться к нему, и он начинает внимательно меня слушать, и вдруг я не с того, что бросаю разговор с ним, и начинаю возвращаться к этому, к делу своему какому-то. Каково ему? Мы на группе говорим, что неприятно людям, когда человек делится чем-то на группе домашней, какими-то мыслями, а присутствующие на домашней группе не слушают его, отвлекаются и начинают посторонние разговоры. Это мы заботимся, чтобы людям было хорошо, чтобы и к ним внимательно, и уважительно относились. А к Богу каково? Я не хочу вообще закрыть такой образ молитвы и сказать, что он непригоден, но вы должны понимать, мы должны понимать, что непрестанная молитва, наверное, говорится не об этом, говорится о чем-то другом. И вот если мы посмотрим на Корнилия, то мы увидим, что у него непрестанная молитва заключалась в некоторых других моментах. Во-первых, здесь говорится, что он молился у себя дома. Он молился у себя дома. И притом молился, наверное, в какой-то уединенной комнате. Почему? Потому что написано, что ангел вошел к нему. Так вот, у Корнилия постоянство молитвы заключалось в том, что у него было посвященное место, где он мог молиться, и ничего его там не отвлекало. Он когда был на службе, он мог молиться. Он когда шел домой или шел на работу, мог молиться. Но в данный момент, когда ангел к нему явился, он ничего другого не сделал, кроме молитвы. Для него первостепенным фокусом был Бог в этот момент. Это была комната, это было место посвященное, где Корнилий молился. И здесь, конечно, когда человек находит такое место, закрывается, и с тем, чтобы его ничего не отвлекло. Почему? Потому что у него сейчас время молитвы, это место молитвы у него. Здесь уже его никто не отвлечет, если только Бог сам не явится или не пошлет ангела. А так, в принципе, никто больше туда не зайдет. И поэтому мы понимаем, что вот это посвященное место, оно является составной частью всегда молившегося Корнилия. у него было место, где он молился. И его там никто и ничто не могло отвлекать. И вот эта дисциплина в этом вопросе, молитвенном вопросе, в вопросе дисциплины, она и заключается в том, что он имел возможность, или не возможность, а желание, имел желание и был довольно дисциплинирован в том, чтобы оставить все, уйти от всех дел, какие у него есть по дому, зайти в эту комнату, чтобы в этот момент, когда он молится, у него ничто не могло отвлечь. Эта дисциплина, именно в этом и заключается, дисциплина молитвы. Второй момент, который я хотел бы отметить в молитвной жизни Корнилия, это посвящение времени. Посвящение времени. Мы видим, что здесь написано во втором стихе и в тридцатом, что это был девятый час дня. Девятый час дня. Как иудеи исчисляли время от шести утра до шести вечера, шесть утра, первый час, то девятый час – это три после обеда, три часа после обеда, три часа вечера, три часа дня, как кто хочет называть. Это было время, когда Корнилий молился. Это было случайное время, или оно какое-то имело значение время? Если внимательно посмотрим на священное написание, то это было время молитвы всех иудеев. Вот, например, если мы читаем Деяние, 30 глава, 1 стих, знаменитую историю, где Петр и Иоанн шли молиться в храм и увидели хромого, помните, и потом исцелили его. Так вот написано следующее. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. Три часа дня – это было время молитвы для иудеев. Почему? Потому что это было время вечерней жертвы. Мы знаем, что в храме совершали жертвоприношение. Была утренняя жертва и была вечерняя жертва. Так вот, вечерняя жертва совершалась три часа. И иудеи, вот этого нет в законе, но они решили сами, что во время вечерней жертвы мы будем совершать молитву. Это будет часом молитвы, час принесения жертвы будет часом моей молитвы. И те, кто жил в Иерусалиме, кто был богобоязнен, Петр и Иоанн, хотя новозаветные верующие они были, они уже были новозаветные верующие, но они решили сделать этот час часом молитвы. И они шли в храм, в ветхозаветный храм, в котором уже была разодрана завеса Христом. Но они все равно туда шли, чтобы молиться Богу. Вы представляете, какая дисциплина была? Те, кто не был в Иерусалиме, они молились просто дома у себя, но тоже в этот час, открывая окна в сторону Иерусалима. Это был такой обычай у израильтян, где Даниила, например, если вы помните Даниила, как он молился, открывал окна в сторону Иерусалима, когда его, помните, хотели подставить и все. Так вот, Даниила 9.21 говорится так, «Когда я еще продолжал молитву, муж говорил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы». То есть это тоже был 9-й час дня. То есть те иудеи, которые жили в Иерусалиме, хотели молиться, они шли в храм в час молитвы 9-й. Те иудеи, которые не были в Иерусалиме, они открывали окна из молитвы на комнаты и в сторону Иерусалима, молились в час вечерней жертвы. И Корнилий делал то же самое. Мы рассуждали о том, что Корнилий, обратившись в иудейство, он многое принял из иудейской веры. Не многое, а просто делал все, что от него требовал закон Моисеев. И даже эти иудейские традиции принял и молился тоже в 3 часа дня, именно в час вечерней жертвы. 3 часа дня – это еще разгар рабочего дня. Даже гражданские люди в 3 часа дня еще работают до 5, до 6, некоторые до 7 или 8. У некоторых есть такие работы, я знаю, бизнес-асовые, они работают, пока солнце не зайдет. В те времена тоже так было. От восхода солнца до захода солнца. У них не было там 40-часовой недели рабочей с бенефитами. Такого не было в те времена. Это уже мы придумали последнее поколение. То есть 3 часа дня – это разгар рабочего дня. Тем более, если мы примем его внимание, что Корнилий был не гражданским, а он был военным. А если посмотреть на военные правила, всех времен и народов военный человек, у него ненормированный рабочий день. Или это солдат, или офицер. Да, если мимо время, офицеры возвращаются домой, туда-сюда. Но тем не менее, их могут вызвать в любое время. Я вырос в семье офицера. И я помню, как ночью стучится в дверь солдат, и отца вызывают на службу. И отец беспрекословно поднимается и идет. И ни слова не говорит. В воскресенье ему сказали работать. Он выходит. Он на службе. Если он офицер военный, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, он является собственностью правительства. И Корнилий именно то же самое. Значит, он оставил военную службу, свою базу, расположение воинской части, пришел домой в свою комнату, место посвященное, в посвященное время, чтобы помолиться. Потом, наверное, опять возвращался на службу. Вы представляете себе дисциплину Корнилия в молитве? Вот что такое постоянство в молитве, всегда молившейся. Это значит, не просто в свободную минутку улучить и мыслями обратиться к Господу. Это значит иметь посвященное место, иметь посвященное время и делать это каждый день. Каждый день. Это был его образ постоянной молитвы. Я понимаю, что многие из нас скажут, что как насчет спонтанной молитвы. И да, есть спонтанные молитвы, которые Бог тоже слышит и тоже уважает. Хотя бы вспомним молитву Петра, когда он тонул. «Господи, спаси!» Там не было времени назначать какое-то время, по часам смотреть, когда три часа будет, какое-то время, место искать. Это среди бури, среди шторма. «Господи, спаси!» Хорошо, слава Богу, что он вызвал, Господь его тут же спас. Услышана молитва? Да, услышана молитва. Но представьте себе, если бы Петр сказал, что я буду практиковать в своей жизни только спонтанную молитву, когда вокруг буря я буду упить «Господи, спаси!» и на этом все. Была бы это богатой молитвой на жизнь его? Нет, конечно. Когда нету вокруг бури, и когда жизнь идет своим чередом, у Петра есть тоже дисциплина. Мы видим, что здесь, в этой истории, он тоже, пока там люди готовят еду и все остальное, он идет на крышу для того, чтобы помолиться. Там никого нету. Это место такое было, не его дом, а он в гостях. Но, тем не менее, он находит место, где он будет молиться, где его никто не отвлечет, и его фокусом будет именно молитва. Вот в этом вот и заключается постоянство в молитве. И вот эти слова «всегда молившиеся Богу», я думаю, они как раз об этом и говорят, что у человека есть место и время, где его каждый день можно найти молящимся. Это человек всегда молящийся Господу. Это дисциплина. И я думаю, что нам стоит этому поучиться. Почему? Потому что молитва, мое общение с Богом, это залог моего духовного здоровья. Залог моего духовного здоровья является залогом моей победы духовной. Если у меня нет духовного здоровья, я не смогу победить врага. И мы видим, что даже в нашей жизни мы имеем такие вот пословицы, как, например, война войной, а обед по расписанию. Ох, как мы дисциплинированы, когда речь идет о подкреплении нашей плоти. Мы очень дисциплинированы. У нас есть место. Сейчас вы не найдете ни одного плана для строительства нового дома, в котором нет кухни. Нету таких планов. В каждом плане есть кухня. Почему? Потому что это место, посвященное для подкрепления нашего физического человека, чтобы не умереть с голоду. Понимаете? Если у нас в доме комната, где мы молимся, место, где мы молимся, время, когда нам можно найти молящихся, есть или нет. И вот Корнилий, я думаю, будучи военным человеком, он изобрел новую пословицу. Война войной, а молитва по расписанию. И как бы мне кто ни говорил, что молитва по расписанию, скорее всего, неживая, скорее всего, фарисейская, скорее всего, выученная, или еще что-нибудь, я в это не поверю. Я вижу мужей Божьих, у которых была молитва по расписанию, начиная от Даниила, Петр и Корнилий. У них были молитвы по расписанию, у них было место, где молиться, время, когда молиться, и они его не пропускали. Что бы там ни было, война войной, а молитва по расписанию. Да поможет нам Господь этому у них научиться. Далее, если мы поговорим о молитве дисциплинированной, мне хотелось бы немножко порассуждать о содержании дисциплинированной молитвы. Вы знаете, одно дело решить прийти домой человеку, который не имел дисциплины в молитве и молился только такими спонтанными молитвами, когда беда какая-то приходила, или, может быть, за еду иногда помолиться. Решить, окей, вот это будет мое место, это будет мое время, и вот приходит время, я захожу молиться. И о чем молиться? Что же мне сказать Богу? И вот здесь становится реальностью следующая вещь. Содержание молитвы моей зависит от моего духовного кругозора. Что в своей жизни я вижу, за то я и молюсь. Вот если я вижу в своей жизни дом, в котором я живу, стол, на котором тарелка супа моя стоит, кровать, на которой я сплю, и работа, где я работаю, и потом с нее возвращаюсь опять домой, и так вот круг. Если это мой кругозор, я за это только и буду молиться. За дом, за еду, за сон и за работу. Две минуты. И из-за этого я приготовил комнату, из-за этого я все бросил, назначил время, и за двух минут кругозор. Я называю это, называется молитвенный кругозор вытянутой руки, радиус вытянутой руки. Вот что моя рука дотрагивается, вот за это я молюсь. Дальше я не вижу, я не знаю, и за это я не молюсь. Я думаю, что молитва, вот это такая дисциплинированная, когда человек назначает место, назначает время, это становится его привычкой. У такого человека кругозор духовный гораздо больше, гораздо больше, гораздо шире. Он способен молиться за то, что его рука не может потрогать, за то, что лежит вне зоны его видения, вне зоны его, может, даже влияния. Такая молитва короткая, это, по сути дела, очень мелкая, эгоистическая, бедная молитва. Но если, например, посмотреть на молитву, которая может быть содержательной, стоящей такой веской молитвой, то, конечно, она будет вовлечена, вовлекать в себя такие темы, как, например, другие верующие. Верующие с моей церкви. Например, домашняя группа. Вот многие из нас ходят на домашнюю группу. И на домашних группах люди имеют проблемы. И не только проблема такая, знаете, что вот пришел человек и сказал, вот у меня на этой неделе вот такая вот предстоит ситуация, пожалуйста, помолитесь, мы на группе помолились. Мы знаем наших людей в домашних группах их не только сегодняшней проблемой, но такую, знаете, жизнь, жизненную проблему, такая вот жизненная ситуация, которая у этого человека есть, и она, скорее всего, разрешится только тогда, когда он умрет. Или это какая-то болезнь, или это какое-то переживание, или это какая-то потеря, которая отложила отпечаток на всю его жизнь. Мы знаем об этих вещах в домашних группах, и если я хочу иметь содержательную молитву, не эгоистичную, которая зациклена просто на моем круге, знаете, жизненном, который я перечислил, я, конечно же, в своей молитве найду время помолиться об этом человеке, об этой нужде, об этой проблеме. Не только о нем, о всех, которых я знаю. Например, далее кругозор может расшириться на людей в церкви, которые я вижу, когда прихожу в воскресенье на собрание. У них, с ними, конечно, у меня меньше общения, я, может быть, меньше о них знаю, но хоть что-то я знаю. Где-то я слышу, говорят, у кого-то проблема в семье, у кого-то проблема со здоровьем. Вот сегодня говорят об Анатолии Тесленко. Кто его знает очень прекрасно, очень близко? Кто его знает очень близко? Мало кто знает. Но мы его иногда видим на собрании и знаем, что он пожилой, и вот пришла новость о его болезни. Кто из нас в свою молитву включит эту нужду? Тот, кто хочет расширить свой духовный кругозор и не ограничиться только своим столом, кроватью и домом и работой. Это молитва за людей, которые в церкви, хотя бы за служителей в церкви, за пастора, за руководителя домашней группы, за музыкантов, которые здесь поют. Это тоже может быть включено в молитву и должно быть включено в молитву. Если мы потом посмотрим, например, вне церкви ситуацию, город, в котором я живу, вообще меня беспокоит то, что происходит в городе или нет. Я знаю, кто мэр, кто сити каунсел, я знаю, какие законы продвигаются, хорошие или плохие. Я вообще за это молюсь. Есть повеление в Писании молиться за город, в котором я живу. За властей есть повеление молиться. За штат. Я знаю, что в штате происходит. О, да, мы знаем, что в Сиетте там бардак. Там ужасно, что... А мы молимся об этом или нет? Это же оттуда идут все законы на наш штат. Это часть духовного кругозора. Я молюсь вообще за страну, в которой я живу. За того судью, женщину, которую хотят сейчас назначить в Верховный суд США. Молимся мы или нет за это? Вообще нам дело до этого есть или нет? Мы живем в этой стране. Это же речь идет от той стране, в которой мы живем, от тех законов, которые на нас влияют, потом будут. Меня это беспокоит или нет? Я за это молюсь. Это духовный кругозор. Это может быть включено молитву. Если мы оставим это земное, мы вообще понимаем реальность духовной войны, которая в нас происходит. Вокруг нас происходит. Не в нас, а вокруг нас происходит. Вот очень наша молитва, Христос говорит так. Молитесь же так. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Мы вообще молимся о успехе Царствия Небесного. Мы вообще молимся о воле Божьей, чтобы она совершилась здесь, на земле. Не только в моем жизни, не только в моем доме, а вообще на земле. Духовная война, включающая в себя миссионерство каких-то других людей, миссионеры, мы знаем, кто-то знает одного, двух, кто-то трех, может быть, кто-то вообще никого не знает. В общем можно помолиться за миссионеров, за служителей, за церкви, которые в гонениях, например, в коммунистических странах, в исламских странах. Столько много вещей, касающихся Царства Небесного и духовной борьбы здесь на земле, о них можно молиться бесконечно. И вот если об этом молиться, об этих вещах молиться, да, конечно, стоящая молитва получится, тогда, конечно, стоит находить место, тогда, конечно, стоит назначать время, чтобы такой молитвой молиться, потому что она займет какое-то время, она не будет двухминутная, эта молитва, она займет больше времени, и здесь, конечно, важно, чтобы никто меня не прервал, и я никуда не отвлекся. Если же для меня только маленький кругозор, о котором я говорил, то в принципе может быть даже и не стоит назначать специально время и искать специальное место, и эту молитву правда можно воткнуть между какими-то делами, на работу, пока я еду, такой молитвой можно помолиться, и в принципе достаточно будет, но здесь речь идет о молитве дисциплинированной, о молитве всегда, я бы сказал даже о молитве усиленной, помните, Иакова 5,16 говорится, много может усиленная молитва праведника, так вот, усиленная молитва это не та молитва, которая сильно громкая, это не та молитва, в которой много слез льется, это не та молитва, в которой сильно руки вверх подняты, усиленная молитва это молитва дисциплинированная, это молитва как у Корнилия, у него есть место, у него есть время, и вот к нему приходит ангел, потому что он может его найти в этом месте, в это время каждый день, это усиленная молитва. Далее мы видим, что приятно Господу в человеке, боящемся его. Это пост. Пост и милостыня. Я их специально вместе поставил. Почему? Потому что они неразделимы. Мы видим в 30 стихе Корнили говорит, что он молился от четвертого дня до сего часа. Четыре дня поста. Четыре дня поста. Человек, у которого есть четыре дня выходных, и он решил попоститься, потому что ему не надо работать, не надо никуда идти, ничего делать. И то будет трудно это сделать, попоститься четыре дня. А представьте себе военному офицеру, который на службе находится в армии, четыре дня попоститься. Довольно сложно. Я, конечно, не знаю, был ли это пост такой полностью, когда он отказывался от пищи. Или, может быть, это был пост, как у Даниила описывается, пост, где он не ел ничего сладкого, не ел хлеба сладкого, мяса, овощи просто какие-то. Но, тем не менее, я думаю, что сила поста Корнили заключалась не в том, что он ел, что он не ел, а именно в посвящении. Четыре дня поста он назначил, и четыре дня он постится до тех пор, пока придет Петр. Почему? Потому что явился ангел, и он хочет знать волю Божию. Заметьте интересную вещь еще. Что такое истинный пост? Мы знаем, что Христос осуждал фарисеев за посты, которые они делают, такие, знаете, напыщенные, чтобы все люди видели и все остальное. И Исайя говорит о посте истинном. Исайя 58, 6 по 8 стих. И здесь мы прочитаем, что, по сути дела, Корнили, мне кажется, знал это место Писания. И он, когда постился, он решил поститься не по традиции фарисейской, а именно по Писанию, которое здесь написано. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, разрежи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Разделись голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и из единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобой, и слава Господня будет сопровождать тебя. Вот эти последние стихи, они, в принципе, исполнились. Правда твоя пойдет пред тобою, то есть он поступавший по правде был, Корнили, да? И слава Господня будет сопровождать тебя. К нему пришел ангел. Так вот, седьмой стих говорит, по сути дела, о милостыне. О том, чтобы давать хлеб голодным, давать одежду нуждающимся. И в деяниях так и говорится, что Корнили, творивший много милостыней народу, много милостыней народу, у него было и средство, и он, я думаю, особенно когда постился, он творил эту милостыню, он кормил их голодных, может быть, одевал ноги, принимал в дом бедных людей, и здесь говорится даже в одном месте, что он был одобряем за это поведение всем народам иудейским. Он очень-очень удивительный человек. И вот этот вопрос милостыней, он тоже очень важен в глазах Божьих. Когда мы молимся, когда мы назначаем какой-то пост, мы должны понимать, что это не только воздержание от пищи, с тем, чтобы достучаться до Бога со своей нуждой. Это еще милостыня народу. Интересно, вот мы говорили про Даниила, и Даниил Новохадоносору такой же совет давал. Когда приснился Новохадоносору сон, помните, про дерево, которое было спилено и заковано в медные цепи. И Даниил говорит, нехороший сон, это про тебя, царь, беда на тебя идет, отлучит тебя от людей. И он дает совет Новохадоносору, как избежать этой судьбы. И он говорит следующее, Даниил 4,24. «Поэтому, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззаконие твоим милосердием к бедным». Вот чем может продлиться мир твой. Правда и милосердие к бедным. Опять мы видим Корнили, он поступал по правде, творил много милостыней народу. Видите, насколько важно правильно поститься. Он Корнили, он был очень щедрым человеком. Очень хороший урок для нас, особенно имея в виду то, что мы живем в стране, где мы живем в изобилии, и есть много возможностей нам помогать и творить много милостыней народу. И милостыня, по сути дела, это не десятина, которую мы даем в церковь. Десятина – это Божьи деньги. Божьи деньги. Если я беру десятину для того, чтобы отдать милостыню, я краду у Бога, по сути дела, чтобы как-то себя что-ли прославить, я не знаю. Десятина отдается Богу. Милостыня отдается из того, что у тебя осталось, после того, как ты дал десятину. Вот это уже милостыня. И Корнили творил много-много милостыней. Третий момент, на который я обратил внимание, заключительный момент – это то, как Корнили относился к ответу Божию. Мы видим, как он молился, мы видим, как он постился, творил милостыню. И когда после всего это Бог к нему приходит и дает ему указание какое-то, как Корнили относится к этому. Мы видим, что для него молитва не была инструментом достижения цели. Очень часто, очень часто мы относимся к молитве как к инструменту, которому мы можем достичь свою цель. Мы идем по жизни, смотрим, пытаемся заглянуть в будущее, выстроить свою жизнь, какую-то цель сделать. И потом мы приходим с этой целью и говорим, Господи, я молюсь, я прошу, я пощусь, у меня есть цель, я использую молитву для того, чтобы этой цели достичь. Я думаю, это неправильное отношение к молитве. Мы видим, что у Корнили молитва была инструментом для формирования цели. Он понимал, что будущее у него есть, но он не хотел сам ничего строить, никаких целей. Он молился с тем, чтобы Бог ему эту цель оформил, чтобы Бог эту цель построил и сказал ему, как туда и куда идти. В этом большая разница. Молитва не как инструмент достижения цели, а молитва как инструмент формирования цели, моей цели. Можно даже сравнить с наглядным примером здесь на земле. Если мы, например, хотим построить дом, мы хотим построить дом, и мы идем с планами в город, и там город требует планы из этого дома. Без плана нам разрешения не дадут. И даже с неправильным планом не дадут разрешения. В этом плане должны быть чертежи всего, начиная от фундамента и кончая крыши, и всего, что внутри. Электрика, проводка, потом пламень, это водопровод, все безопасности там какие есть, все размеры, окон, крыши. Все детали должно быть там. Если чего-то не будет, разрешения не дадут. И вот мы очень часто, люди, которые используют молитву как инструмент достижения цели, мы приходим также к Богу с планом своей жизни. Мы приходим с планом своей жизни, и, Господи, вот план моей жизни, пожалуйста, поставь печать одобрения, вот, чтобы у нас все было хорошо. И Бог смотрит и не дает нам печать одобрения. Почему? Очень часто в этом плане все хорошо, но отсутствует фундамент. А фундамент у нас кто должен быть? Христос. И Бог нам говорит, слушай, у тебя хороший план, но ты что, на песке его собираешься строить? Я не могу этого одобрить, у тебя фундамента в этом плане нет. И мы говорим, а что нам надо делать? Вот, я тебе сейчас дам план. План от меня исходит. Не ты сам придумываешь план, ты вот молишься ко мне, чтобы я тебе вот твой план одобрил. Но-но, ты должен молиться с тем, чтобы я тебе план дал. И план, который я тебе дам, там будет все, там будет фундамент в первую очередь и все остальное. И там будет все расписано, как что делать. Даже строительные материалы в первом послании корнильцам перечисляются из чего строить. Вы понимаете разницу, да? Молитва как инструмент достижения цели и молитва как инструмент формирования цели. И вот у Корнилия молитва была как инструмент формирования цели. Он молился, он молился, и когда Бог к нему пришел и сказал, что делать, он незамедлительно исполняет все, что Бог сказал ему делать. Посылает людей в Иопию, искать дом какого-то кожевника. Там в этом кожевниковском доме какой-то Петр должен быть. Этот Петр должен прийти и рассказать мне слова спасения. Хорошо, Господи. Если это плохой план, я его исполняю. И вот поэтому Корнилий, он был приятен Богу. Корнилий был приятен Богу. Поэтому мое пожелание сегодня каждому из нас учиться страху Божию, учиться жить по правде, чтобы быть приятными Богу. А что такое жить по правде и иметь страх Божий? Это иметь место молитвы, это иметь время молитвы, это иметь пост, милостыню и иметь содержание молитвы. Учиться молиться за вещи, которые находятся дальше моей руки. Аминь. Давайте помолимся. Господь, слава Тебе и благодарность за то, что Ты по любви и милости Своей даровал нам возможность собраться здесь, в мире, в тишине, в покое, в благополучии, в прекрасную погоду, в здравии и, самое главное, спасенными детьми Твоими, имея жизнь вечную, радость, будущность, надежду, в это смутное время, это так важно иметь, и Ты нам позволяешь это все благо иметь по Своей любви и милости. Мы благодарим Тебя и славим. Благодарим Тебя и славим, Господь, за Твои страдания на кресте Голгов, которые мы сегодня вспоминали, за Твою цену, которую Ты заплатил для нашего искупления, за то, что Ты усыновил нас, за делом нас своими детьми, и мы имеем сейчас привилегию обращаться к Тебе, не только сейчас, в любое время молиться к Тебе. Мы благодарим Тебя и славим за это. И вот, говоря о молитве сегодня, на примере Корниля, мы видим, насколько важно иметь постоянную молитву, непрестанно молиться, иметь дисциплину в молитве, иметь место, где мы молимся, время, когда мы молимся, иметь содержание, конкретно о чем мы молимся, чтобы оно не было эгоистично, направлено на меня. И, Господи, помоги нам также использовать молитву как инструмент формирования наших целей, формирования наших планов, быть готовыми к тому, что нам говоришь, и исполнять то, что нам даешь, все поверения. Я прошу, Господи, помоги нам в этом духовно вырасти. Я прошу Твоего благословения на предстоящую неделю каждого из нас. Благослови в наших путях, в делах, в работах, в семьях, в домах наших. Я также молю Тебя, чтобы Твоя воля совершалась здесь, в этом мире, и в нашем городе, и в нашем штате, и в нашей стране, и во всем мире. Ты знаешь, что мы живем в смутное время, когда весь мир восстал против Тебя, когда нет ни одной страны, которая богобоязнна, нет ни одного правителя, который верен Тебе, который любит Тебя, который по-настоящему боится Тебя. Все ищут Своего. Я прошу, Господь, Ты яви свою волю в нашей стране и во всем мире. Да придет Царствие, да будет воля Твоя и на земле на нашей, как она есть на небе. Я прошу, Господи, услышь молитву нашу, прославься в жизни нашей, в нашем хождении на Господь и Спасителе. Аминь. Благословения, братья и сестры, вам на эту неделю приветствуйте гостей, друзей.